Харьковские активисты уверяют, тему неконтролируемого вывоза мусора не только с точки зрения нанесённого экологией вреда, но ещё и представляющего опасность для здоровья и даже жизни людей, в регионе они подняли задолго до львовской трагедии. Напомню, там во время пожара на местном мусорном полигоне погибло трое людей, а один до сих пор считается пропавшим без вести. Главной причиной этой трагедии специалисты назвали переполненность полигона. Харьковчанам, считают активисты, стоит опасаться повторения этого ЧП, так как местные свалки не просто заполнены. Мусор туда вообще вывозят без всякого контроля. Активисты говорят, что точно определить, насколько критична ситуация, иногда просто невозможно. Например, утверждают они, начиная с 2013 года, Любатинскую свалку, которая сейчас у всех на слуху, не могут проинспектировать государственные экоинспекторы. Есть ограничения на проверки. Именно с ними активисты хотели зайти на полигон, который трансформируется сейчас в комплекс по переработке отходов. Однако убедиться, что эта трансформация проходит без нарушения экологического законодательства они не могут. Мы ограничили проверки специализированного государственного органа и не допускаем его до проведения проверки, но вместо этого создаем комиссию из депутатов или чиновников областной администрации с тем, чтобы они проверяли данные предприятия. Скажите мне, что это, если это не абсурд? В том, что депутаты будут объективны в оценке строительства комплекса, активисты не уверены, так как именно эти депутаты выделяют деньги на проект. Однако сами представители облсовета уверяют, у них есть реальные доказательства того, что областной экологический проект – лучшая превентивная мера против горящих свалок. Первый такой комплекс уже работает в Богодухове, говорит депутат облсовета Роман Виприцкий. Необходимо построить сеть полигонов, примерно 30-50 километров, чтобы они охватывали вокруг себя, или для отдельных городов, как как раз в случае с Люботином. Этот полигон строится в Кустовой для города Люботин. И в результате что мы получим? Я специально взял фотографии, которые мне передали помощники. Богодухов. Я там был. Я был на свалке, которая была до того, когда мы приступили к этой работе. Сейчас там на сегодня, ну вот, если видно, то есть вот раз, стоят линии. Вот это полигон, тот, который раньше был, ну скажем так, свалкой. Сейчас это уже комплекс по обращению с отходами. Пока же, говорят чиновники и спасатели, мониторингу ситуации на мусорных полигонах уделяется особое внимание, особенно летом. Из-за перегрева и выделения метана огонь за считанные минуты может охватить большую площадь, особенно если речь идет о поджоге. Сейчас ведется плодотворная работа, направлена на вопросы безопасности нашими специалистами. Наши специалисты также будут принимать участие в тех осмотрах всех этих свалок, под дачей рекомендаций, какие нужно соблюдать правила безопасности для того, чтобы у нас не произошла та трагедия, которая произошла в Альбовской улице. При этом Игорь Лупандин отмечает, что у харьковских спасателей есть опыт тушения мусорных полигонов. Возгорания неоднократно случались в Дергачах и они успешно справлялись с заданием. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения Новости.